Привет всем! Мы уже записали видео с ответами на вопросы зрителей, но тут на дайре мне пришел еще один замечательный вопрос, и я очень хочу на него ответить. Вопрос от Малда. Как буддизм смотрит на наличие привязанности? Если я не ошибаюсь, то в идеале привязанности быть не должно. Но это идет в разрез базовой психологии, привязанности основа социальных существ. Так вот, собственно, Д вопрос. Считается ли в буддизме, что плохо иметь кому-нибудь привязанность? К детям, к близким, к питомцам? Плохо ли, когда появляются эмоции, вызванные этими привязанностями? Нежность, умиление, грусть от потери субъекта привязанности и прочее? Как я уже сказала, замечательный вопрос. И для того, чтобы его ответить, давайте сначала разберемся с тем, что вообще такое привязанности в буддизме и что с ними не так. Во-первых, доктрина буддизма не отрицает, что привязанность это для человека нормально и естественно. Мы люди, у нас есть привязанности, даже более того, мы живые, именно поэтому у нас есть привязанности, у нас есть потребности. И, конечно, опять же, абсолютно нормально то, что мы испытываем эмоции. Абсолютно нормально, что что-то вызывает у нас положительные эмоции, что-то вызывает у нас отрицательные эмоции. С этим нет никаких проблем. Проблемы начинаются из-за того, что мы на эти эмоции цепляемся. Привязанности – это именно то самое, то, что мы не просто испытываем эмоции, мы не просто регистрируем «О, вкусно, да, хорошо, приятно, интересно». Нет, мы хотим, чтобы нам и дальше было хорошо, приятно, интересно и так далее. И мы не хотим, чтобы нам было плохо. Именно поэтому мы страдаем, когда у нас нет того, чего нам хорошо и страдаем, когда у нас есть то, чего нам плохо. Опять же, да, это, конечно, естественно, но есть проблема. Это делает нас не свободными. Мы зависим от внешних обстоятельств, на которые мы абсолютно никак повлиять не можем. И вот здесь буддизм уже не говорит «ну что поделаешь, ну вот такая жизнь». Нет, буддизм говорит, что есть выход из этого состояния, есть такой способ, как избавиться от вот этого цепляния и избавиться от страданий. И это восьмеричный путь. И этот самый путь, он не является чем-то неприятным, чем-то невыполнимым. Он вполне-выполним, он даже не сказать, что неприятен, он вполне нормальный. В чем он заключается? Если идти именно по монашескому пути, то да, мы выполняем аскезу, но это не очень строгая аскеза. Мы просто стараемся не вовлекаться вот во всю эту мирскую суету, чтобы она нас не затянула и чтобы мы не начали опять подсаживаться на эмоции. При этом, если вы почитаете сутры, если почитать даже палийский канон, почитать там Махаяну, то вполне заметно, что те, кто достигает просветления, те, кто добивается отрыва от вот этих привязанностей, они не какие-то там безэмоциональные роботы, они испытывают эмоции вполне себе. Просто они на них не подсаживаются. Все дело в том, что ты не будешь постоянно думать, блин, как мне нехорошо и неприятно того, что в моей жизни нет чего-то особенно хорошего или там вот дождик пошел, как плохо, когда дождик, хочу, чтобы было солнышко. Нет, ты абсолютно спокойно, солнышко, ну хорошо, порадовался солнышку и живешь себе дальше. То есть нет цепляния. Ну конечно, самая высшая степень свободы, нирвана, это что-то уже за пределами нашего человеческого тела, это выход за пределы. И находясь пока ты живой, ты такого состояния все равно достичь не можешь. Ты можешь просто сделать так, что в твоей жизни будет как можно меньше вот этих вот цепляний на эмоции. Не самих эмоций, а, заметьте, именно цепляний. Но опять же стоит понимать, что помимо монахов, которые действительно соблюдают аскезу, в буддизме есть еще миряне. Я уже делал отдельный выпуск про разницу в практике монахов и мирян и вообще разницы того, как они воспринимаются в буддизме. Повторяться не хочу, но если вкратце, в зависимости от того, какой вы принадлежите традиции буддизма, потому что традиций буддизма очень много, есть масса разных взглядов на то, что вообще доступно мирянину, какая практика. Ну, где-то это простирается от самого минимального, то есть просто поддерживать монахов и обеспечивать себе хорошую карму, то есть делать так, чтобы ты в следующей жизни переродился как можно лучше и, соответственно, в следующей жизни, чтобы ты мог все-таки встать на путь буддистской практики нормальной, монашеской, вплоть до того, что мы миряне тут самые классные, самые крутые и именно мы можем достичь просветления, причем без вот этой вот всей вашей монашеской, монашеской практики сложной. То есть в зависимости от того, какой традиции вы принадлежите, вы можете быть на любом шаге вот этой всей линеечки, от минимального до максимального. Но если взять так в серединочке, свести что-то к одному, то я бы сказала, на основании всех прослушанных мной проповедей, прочитанной литературы, именно рассчитанной на мирян и так далее, что основное отношение к привязанностям следующее. Если вы мирянин, то привязанности у вас будут, вы от них никуда не уйдете. Весь вопрос в том, как вы с ними обращаетесь, что вы с ними делаете, какие они у вас, к чему они вас ведут. Ну, скажем, если вы мирянин, у вас, наверное, есть работа, у вас есть семья, то есть у вас есть те самые дети там, домашние животные и так далее и тому подобное. У вас есть очень много социальных связей. То, чего у монаха по минимуму. Монах не работает, монах не заводит семью и все связи общественные монаха, они сводятся, ну, вот к конкретному минимуму. У мирянина не так. И что может сделать мирянин с этим? Главное, чтобы все это было во благо и тебе, твоей собственной буддийской практике и всем окружающим, чтобы это несло в мир свет, добро, радость и не несло всякого плохого. Почему? Да, и чтобы это не было чисто эгоистичным, чисто работой на свое я-я-я-я-я. То есть, вот есть у тебя работа, как ты ее выполняешь? Ты работаешь для того, чтобы у тебя было больше денег, больше уважения, выше статус? Или ты работаешь на то, чтобы мир становился лучше, чтобы окружающим было лучше? И чтобы ты, опять же, рос, но не рос в плане статуса, денег, а как личность, как отдельный человек, который может что-то сделать для мира. Соответственно, если твои цели исключительно в том, чтобы тебе одному самому становилось лучше, то, скорее всего, ты обслуживаешь свои вот эти вот желания, да, ты обслуживаешь только свои желания, и из-за этого ты делаешь много плохого окружающим. Ты обманываешь клиентов, ты эксплуатируешь своих сотрудников и так далее и тому подобное. А если ты хочешь сделать хорошо миру, то получается, что ты как бы отстраняешься от своей личности, ты немножко забываешь о том, чего хочешь конкретно, ты смотришь на окружающих людей, испытываешь к ним сострадание, распространяешься на мир вокруг себя. С отношениями абсолютно то же самое. Если у тебя отношения с человеком, не важно какие отношения, то или это все зависит, завязано на том, чтобы тебе конкретно было хорошо, и тогда ты будешь делать плохо и, вполне возможно, будешь делать плохо и этому человеку, и себе, и всем окружающим. Или это завязано на то, чтобы человеку было хорошо и чтобы вы вместе друг друга поддерживали и становились лучше. В этом, собственно, и суть. Это то, я бы сказала, такой вот минимум, который требуется от мирянина, последователя буддизма. И да, еще одна вещь, которую надо, мне кажется, стоит оговорить, потому что в вопросе упоминалась вот скорбь, когда ты что-то теряешь. Как с ней работать? Я как раз с этим довольно близко работала, потому что я и волонтерова в буддистских организациях и проходила в университете курс религиозной grief care, то есть заботы о скорби, то есть работы со скорбью и со своей, и со скорби окружающих. И как раз рассматривала ее с буддистской точки зрения. И вот очень интересно, буддизм не предполагает, что мы работаем со скорбью путем отрывания себя от нее, да, то есть вот просто ну потерял и потерял, ну что ж поделаешь. Нет, буддистский способ работы со скорбью – это осознавание ее и попытка переработать ее в нечто конструктивное. Я не знаю, можно ли сказать в этом плане «позитивное», потому что не совсем позитивное, а скорее в конструктивное. Скажем, скорбь, как мы ее чаще всего понимаем, если у тебя кто-то умер, что можно с этим делать? Можно жить воспоминаниями об этом человеке, можно помнить хорошие воспоминания, что ты от него научился, что ты от него получил, и пускать их на что-то хорошее. Можно ощущать, что этот человек тебя не покинул, что он по-прежнему с тобой. Каким образом? Ну, есть разные варианты. Подавляющее большинство, к слову сказать, буддистских традиций даже не отказываются полностью от идеи, как бы сказать, идеи присутствия физического, ну хотя бы умерших в нашем мире, тут же культ предков и так далее. Все это тоже как-то соединяется. Но даже если мы его откидываем и говорим, что вот предки за нами не присматривают, да, умер человек, он ушел на перерождение, и все, у нас с ним никакого контакта, все равно у нас остается что-то хорошее, доброе от него, хотя бы воспоминания. То, что мы от него получили, как я говорю, воспоминания, навыки и так далее. Но скорби-то еще не только человек, конечно. Можно скорбеть по работе, по стране, которую пришлось оставить и так далее. И здесь то же самое, что ты от этого получил. Вот у тебя была любимая работа, ты много хорошего через нее сделал, ты вырос через нее как человек. Да, сейчас ты ее делать не можешь, но то, что ты от него получил, у тебя осталось, оно внутри тебя. Вот с этим работать. Это нужно ценить, и вот это ощущение, то есть работать не с ощущением, я что-то потерял, а с ощущением, я что-то приобрел. И вот это вот приобрел, оно как бы, оно продолжает длиться, оно продолжает идти. То есть получается, что буддистский способ работы со скорбью, это не рассматривать, как было-было-было-хоп, перекратилось. А было-было-было-было перешло в какое-то новое состояние по-прежнему с тобой. Примерно так. Подытожить. Ничего страшного, если у вас возникают эмоции. Это нормально, это абсолютно хорошо и правильно, что они у тебя возникают. Весь вопрос, что вы с ними потом делаете? К чему эти эмоции вас ведут? К тому, что вы цепляетесь и, грубо говоря, деградируете? Или к тому, что вы их используете и растете? Ну, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Спасибо. Пока-пока. Да, и напоминаю, основная движуха сейчас происходит в канале Инакамону на Телеграме. Пожалуйста, подписывайтесь. Там видео, там фотки, там обсуждения. Буду рада видеть. Вот теперь точно. Пока-пока.